питер мы снова с вами меня зовут алексей обравец это тех ток очередной и рядом со мной роман назаров из мир платформ у него эта карта даже смотрите на груди а вот этой штукой можно платить до карты мир можно платить чем ты занимаешься расскажи с 2004 года работаю в сфере банковских карт и банковских технологий впервые с претензионной работой столкнулся в 2007 году с тех пор в банках и процессинговых компаниях повидал разные направления это интересные сферы деятельности и с 2016 года стал частью диспутной команды платежной системы мир моя команда занимается тем что помогает участникам платежной системы между собой договориться платежной системе несколько сотен банков и мы как платежная система должны внедрить и по единые правила игры для всего рынка и если пройдя всю процедуру до конца участники так и не смогли договориться то мы должны вынести арбитражное решение в пользу той или иной стороны и для того чтобы это сделать мы разработали диспутную платформу задача которой дать участникам рынка инструмент с помощью которого они могут быстро и эффективно договориться в рамках наших правил нам соответственно соответственно инструмент с помощью которого мы можем это контролировать и направлять в контексте платежной системы диспут это досудебная процедура урегулирование спорной ситуации то есть это когда что-то пошло не так как какие-то могут быть ситуации банкомат не выдал наличные товары не доставлен то что вы заказали привезли на плохого качества привезли но не то при списании что-то пошло не так и вместо того чтобы один раз списание задвоилось не та сумма списал с несанкционированное использование карты и многое-многое другое до процента таких операций очень очень мал и это всего лишь меньше одной тысячной доли процента но на объеме операций которые обрабатывает наш платежная система это появляется уже достаточно внушительное количество если говорить в цифрах то это 50 60 тысяч диспута в месяц за каждой такой истории стоит реальная проблема реального пользователя нашей карты из соответственно мы ее должны помочь разрешить до появления диспутной модели вообще когда карточная индустрия зарождалась 50 лет назад такой процедуры не было и оспорить проблемную ситуацию можно было только обратившись в суд это достаточно большой порог входа нужно уметь написать исковое заявление или иметь адвоката нужно иметь время для того чтобы это заявление отнести из чтобы у тебя его еще приняли нужно иметь время ходить на заседание оплатить госпошлину это такой длительный про это трудоемкие процессы не каждый считал что игра стоит свеч и соответственно принимал этот убыток и в результате привлекательность платежного инструмента как банковская карта падал потому что люди предпочитали ну слава столкнувшись какой-то проблемной ситуации предпочитали ей лишний раз не использовать поэтому все таки основная задача диспута в платежной системе это помочь держателю разрешать такие ситуации от платежной системы как результат получает более лояльных клиентов которые знают что они защищены и чаще пользуются своими картами ну то есть понятно что вам надо спасти деньги примерно пяти тысяч человек в месяц как вы разрабатывали протокол изначально в 2015-16 году когда платежная система мир только появлялась мы использовали ту ту же самую модель которую и международные платежные системы это так называемая классическая и сошная модель которая построена на последовательной обработке определенного типа клиринговых сообщений диспутная система так вот а диспутная платформа это было рассказал какого диспутности а диспутная платформа она в этой системе служила только такой площадкой для обмена документами всего лишь навсего и эта процедура она во первых пока во все вся вот эта обработка в клиринге пройдет и операция загрузится в диспутную платформу проходит в лучшем случае четыре а то и больше календарных дней но это не месяц и как раньше нет я еще не договорились значит если отсутствует ответ получателя то минимум нужно ждать 30 или 45 дней для того чтобы вернуть деньги клиенту а учитывая то что много многие диспуты не укладываются в одну итерацию то весь цикл мог занимать 180 и даже больше дней поэтому с учитывая то что это уже 21 век это не отвечало никаким вот запросам времени то есть когда такая вот бытовая ситуация разрешается на протяжении полугода но кому он так быть уже не должно это по прошлый век вот и кроме всего прочего это еще и не выполняла требование нашего российского законодательства 161 федеральный закон который говорит о том что все диспуты по внутри российским операциям должно вкладываться в 30 календарных дней вот мы поняли что если сделать диспутную платформу не ведущую неведомой а ведущей то есть основной в процессе диспута то мы сэкономим сразу все те четыре а то и более дня на каждой итерации которые необходимы для обработки в клиринге и загрузки информации в диспутную платформу закрытый пул данных только ваши данные изолированная система или данные еще откуда-то подсосы безусловно для того чтобы выполнять такой объем задач система не может существовать автономная и или она будет прям супер огромный а безусловно интегрирована с другими системами как я говорил что если речь идет о авторасчетах то по результатам диспута нам необходимо клиринговой платформе отдать данные о том какие расчеты в тот один раз но какие расчеты надо сделать есть интеграции с биллинговой платформы это для того чтобы протарифицировать пользователей обработку диспутных операций есть примеры когда мы являемся получателем данных например мы получаем от других систем бин таблицы мы получаем случае международных операций с информацию о валютах также для безопасности мы с при регистрации новых пользователей система проверяет использует ли он домен из полудоверенных вот и многие другие которые точно также направлены на то чтобы облегчить жизни наших пользователей сделать нашу жизнь быстрее проще и безопаснее феврале прошлого года это неприятный вопрос тем не менее его надо задать ушли международные платежи что для вас поменялось до марта 22 года диспутная работу по карта международных платежных систем банки вели на ресурсах этих международных платежных систем соответственно в марте месяце когда платежные системы прекратили свою деятельность в россии они это точно также закрыли доступ к этим платформу платформам для российских участников нам пришлось оперативно поддержать все процедуры которые связаны с разрешением спорных ситуаций и для карт международных платежных систем по внутри российским операциям и если вот так вот брать общим результатом то за год нагрузка на нашу систему увеличилась почти в десять раз в абсолютных цифрах если до марта 22 года это было примерно шесть тысяч бизнес-процессов в марте эта цифра в моменте скаканула в три раза и стал там порядка двадцати тысяч диспутов то сейчас эта цифра поднялась до пятидесяти шестидесяти тысяч диспутов месяц скажи пожалуйста для пользователя как выглядит процесс работы здесь на сегодняшний день пользователь работает с веб-интерфейсом он находит там операцию который хочет опротестовать а если это пол операции то сразу все операции заполняет простенький опросник в котором он указывает причину протестования там другую информацию получена от своего клиента и запустив вторая сторона видит этот кейс этот бизнес-процесс в режиме реального времени и точно так же может на него в режиме реального времени и отвечать соответственно мы с экономить вот те самые четыре и более дни на как которые теряем на каждой на каждой итерации также если участники договорились о том что нужно провести расчеты на к какую-то сумму то платформа автоматически тоже от инициирует проведение этих расчетов ведь в случаях когда свою правоту доказал имитент то операция либо всю либо часть опять же как они договорились нужно вернуть имитенту а если правоту доказал аквайр расчета вообще никаких не потребуется и предпринятые нами действия позволили сроки всего диспутного цикла про который я говорил что 180 больше дней позволили сократить до максимум 30 дней на все циклы в случаях когда сторона получает очевидный диспут и понимает что на него ответить наш рекорд это 5 минут 1 секунда то есть это то время пока с момента как диспут был запущен до момента когда сторона получать и дала на него ответ из платформа отдала соответствующую команду формировать расчеты мне остается только поблагодарить за твою работу пожелать успехов дальше конструктива роман назаров нет мир платформ алексей обравец saint high low 2023 санкт-петербург